Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем создавать портрет в векторе, а именно в программе Adobe Illustrator. И портрет в духе такого минимализма и некоторого тяготения к комиксам. То есть когда у нас изображение уплощается, упрощается и становится более простым. Данный портрет может быть потом использован как аватарка, иконка, как принт для размещения в социальных сетях. То есть достаточно широкое применение. Мы его с вами, соответственно, поместим на футболку как вариант принта. Можно распечатать там на чехле телефона в зависимости от ваших потребностей. Я подобрала уже картинку девушки, фотографию. Это может быть ваша авторская картинка, может быть что-то другое. Обращайте внимание на авторские права. В данном случае я использовала картинку с бесплатного фотостока, которая свободна для использования и не имеет никаких ограничений. Поэтому если вы будете создавать какую-то коммерческую вещь, например, принт для печати на футболке и потом дальнейшей его продажи, обращайте внимание на авторское право, чтобы потом не получилось конфуз, и не пришлось бы отзывать всю партию, или на вас бы не наложили за это штраф. Это очень важно. Также быть аккуратным с медийными личностями. Там бывают по-разному ситуации. Иногда все хорошо, иногда за это присылают тоже штрафы о том, что фотографии использованы в коммерческих целях. Поэтому будьте внимательны. То есть если у вас своя фотография, там вообще никаких вопросов. Если чужая, то вам нужно ее, соответственно, быть уверенным, что у вас есть права на ее использование в дальнейшем в коммерческом. То есть если для себя это ничего, а если вот уже в коммерческой, то там есть ограничения. Итак, помещая программу Adobe Illustrator, я поместила на лист А4 мою фотографию. Это фотографии девушки в прекрасной шляпе. Теперь захожу в панель слои, ставлю замочек и создаю новый слой. Таким образом, та картинка, которая у меня есть, она не будет никак смещаться. И то, что я буду располагать на ней сверху, оно не будет никаким образом цеплять основу и не будет сдвигаться. Это очень важно. Беру инструмент лупу. Кто-то пользуется кнопочкой Z на клавиатуре. Я больше люблю пользоваться панелью. Вообще Adobe Illustrator, он изобилует горячими клавишами. И все привыкают по-разному. Кто-то целиком работает с клавиатурой, вы даже не понимаете, что он делает. А кто-то у нас работает, соответственно, вот как я люблю с панели забирать инструменты, мне так комфортнее. Чисто как бы ваше предпочтение. Я работаю, у меня есть техники, это ноутбук и мышка. Для вектора этого достаточно. Если вы будете работать в растровой графике, например, в фотошопе, рисовать художественные изображения, там, конечно же, мышки уже недостаточно и нужен планшет. Если мы рисуем с вами в векторе, то чаще всего нам достаточно мышки. Итак, я приблизилась. Начнем мы создавать контуры, соответственно, с общего к частному. Здесь я рекомендую все-таки вспомнить о знаниях анатомии, посмотреть, что такое обрубовка, как это все формируется, для того, чтобы у вас было хотя бы какое-то представление о том, как вообще все выглядит. Но это не значит, что вы должны чисто анатомически рисовать. Все-таки мы с вами упрощаем. Что-то может быть гипертрофировано в зависимости от того, что автор хочет получить. Выбираю инструмент пером, если на него нажать поддержать, не отпуская кнопочку нажать на эту стрелочку справа, то перо раскроется и у вас вот эта панелька перо будет. Я люблю инструмент опорная точка. Видите, наводя на каждый инструмент, мы видим, как его вызвать. То есть там shift плюс c. Я люблю забирать отсюда. Опять же, это мое личное предпочтение, ни на что не влияющее. Начинаем рисовать с формы лица. Здесь я делаю грубо, потому что оно уйдет потом под шляпу и этого будет не видно. А вот уже четкие контуры я буду сейчас округлять. Здесь тоже, смотрите, у меня лицо. Меняю, чтобы цвет контура был белый, а цвет заливки его не было. И давайте сразу я поменяю в панели обводка на 0,5. Будет потоньше, будет лучше все изображаться. Так, и вот уже по линии подбородка я начинаю вытягивать кривую. Соответственно, когда вы рисуете, то у вас получается прямой угол. Если вы мышку не отпускаете, продолжаете ее вести, то у вас появляется кривая. Это называют кривые безе. Если вы работаете в Coral Draw, здесь это инструмент перо, принцип точно такой же. Вот, я нарисовала общую часть. Теперь сейчас подрисую шею. Она будет у меня внизу. Нижним слоем будет перекрываться. Так, и здесь оно за волосами, просто чтобы там была заливка потом в дальнейшем. Здесь тоже, смотрите, будет перекрытие. И правой кнопочкой мыши я сейчас щелкну. Монтаж на задний план. Кто хочет, запоминайте сочетание клавиш. Shift-Ctrl, правая квадратная скобочка. Можно нажать, оно у вас поместится на задний план. И здесь это все отражается. Теперь я буду рисовать, соответственно, характерные черты брови и глаза. За что обожаю иллюстратор. Можно приблизить лупой. Начну с брови. Мне нужно более такое плоское изображение. Но я не люблю, когда прямо оно так вот топорненько смотрится. Поэтому добавляю некоторую живость в линию. И позволяю ей быть живой. Показывающей того, что бровь это не монолит. А бровь это все-таки такое сочетание волосков. Но при этом не делаю ее слишком какой-то. Потом, когда я буду делать заливки, я буду это учитывать. И контур у меня уйдет. То есть у меня будут все объекты без контуров. Посмотрите, как это будет дальше. И тогда будет понятно, вот именно эта техника работы. Это одна из множества. Просто моя стилевая, которую я рисую так. Вы можете рисовать по-другому. Это допустимо. В данном видео просто хочу показать пример того, как это создается. Теперь у нас глаз. Здесь немножечко поможет знание макияжа и анатомии глаза. Как это делается, я сейчас создам. Потому что у нас будет вот такой теневой штучкой. Она ляжет в самый низ. Потом у нас будет вот эта форма, которая будет задавать именно темный оттенок. Я его прорисовываю. В Adobe Illustrator есть очень интересный принцип. Когда вы рисуете, чем меньше точек, тем более упруго и насыщенно смотрится линия. То есть ощущение вот именно упругости. Это самое правильное слово. Как будто вы резинку растягиваете, она становится упругой. Чем больше точек будет вот этого сломать, тем жестче оно будет смотреться. На это всегда обращайте внимание. По поводу белка глаза, по поводу самого глазного яблока. Иногда имеет смысл его рисовать, иногда можно его оставить базовым цветом. Поэтому смотрите внимательно, как вам оно лучше. Так. Теперь рисую зрачок. Сейчас еще приближу. Видите блики? Блики тоже хорошо бы повторить, чтобы оно у вас было здорово. Знаю, что некоторые иллюстраторы любят рисовать либо круг, либо эллипс. Я небольшой фанат этого. Смотрите, я неправильно нарисовала, и мне нужно было отменить действие. Я нажала сочетание клавиш Ctrl Z. Очень рекомендую его запомнить. Ctrl Z отменяет ваши действия. Если нажмете последовательно несколько раз, то он у вас отменит несколько действий. В Adobe Illustrator, как правило, задано количество шагов, которые можно отменять. Это 50, 100 или 200. Такие стандартные параметры. Это можно настроить, но от этого прогружается ваша оперативная память, то есть сколько у вас программа помнит этих шагов. И, естественно, это в рамках одной сессии, в которую вы работаете. Если вы закрыли файл, потом его открываете, эта сессия прекращена, и, естественно, у вас никаких шагов назад уже не будет. Так, и замыкаем. Я рисую с замкнутыми объектами. Как видите, от начальной точки к конечной точке у меня всегда замыкается. И теперь линия ресниц. Ее можно нарисовать линиями и сделать ее кистью. Я больше люблю все-таки делать это объектами. Поэтому сейчас мы сделаем линию роста ресниц. И отсюда начнем уже аккуратно прорисовывать. Еще раз напоминаю, что в конечном счете мы будем делать именно заливкой. И то, что я сейчас рисую контур, его не будет. Будет именно заливка данного объекта. По поводу детализации. Это тоже очень индивидуально в зависимости от того, как вам больше нравится. Я делаю таким образом. Вы можете добавить больше или меньше деталей на ваше усмотрение. Если вдруг какой-то объект мне покажется несовершенным, то я его всегда в любой момент могу подкорректировать. Это еще один плюс вектора. То, что любую точку могу добавить, прибавить, убавить, переместить, перекрасить. Это всегда мне поддастся. Поэтому сейчас я рисую наверное даже будет сказать лучший такой первичный рисунок, в котором затем естественно какие-то изменения в нем будут. Никогда такого, что прям конечный результат сразу у меня не было. Всегда что-то, хоть какая-то одна точка правится. Идеально такого не будет. Сейчас мы так, реснички, краю глаза увеличиваются. Мы с вами нарисуем. Соответственно, каждая точка это клик мышкой. И сейчас я замкну фонтур. Вот у нас получились реснички. Чуть-чуть отдалим. Дальний глаз, его не очень хорошо видно, поэтому я бровь нарисую, что вот она вот так смотрится, да, и за волосами ее особо не будет видно, но все равно нам нужно, чтобы она была. и глаз тоже мы с вами поправим. Соответственно, здесь будет темная часть, чтобы она была видна. И нарисую только зрачок и блик на нем. То есть оно там затемненное, его особо видно не будет, но обозначить его наличие нам все равно нужно. При этом, если в этом глазу я нарисовала и радужную оболочку, и зрачок, и блик, здесь я нарисовала только радужную оболочку и блик, потому что она сливается и не видно, что там внутри. Ну, соответственно, ситуационно это все происходит. Теперь нарисуем большую тень, которая очертит мне форму носа. Смотрите внимательно. Можно вот здесь даже приблизить. Если у вас вот так, как у меня произошло и линия оборвалась, встаем опять сначала линией пером и ее продолжаем. Таким образом все у вас вернется. Здесь я могу прям сформировать вот эту красивую линию и увести ее вот сюда в подбородок. Вот так, хорошо. А теперь смотрите маленькая хитрость. Я хочу, чтобы она точно совпала у меня с краем, с контуром. Соответственно, я ее вот так вывожу. Теперь мне нужен окно, инструмент обработка контуров. Выбираю оба эти объекта. И я не хочу, чтобы у меня низ разрезался. То есть я хочу низ оставить цельным, а просто добавить на нее вот эту деталь. И разрезаю. Правой кнопочкой мыши разгруппировать. лишние детальки удаляю кнопочкой Делэйт. А вот эту часть возвращаю на место. Что я сделала? Таким образом, то есть я могла бы их просто разрезать и у меня бы получилось ну как бы две части, да. Но я хотела, чтобы одна часть осталась цельная. Это мое лицо, которое мы будем в дальнейшем формировать и можно его сформировать красивым градиентом. А эта часть потом еще дополнительно на нее легла тень с полупрозрачностью. Сейчас во время заливок я это покажу, как я это буду делать. Поэтому специально так сделала. Теперь у меня будет вторая линия, которая будет описывать вот эту часть. И ее также мы разделим для того, чтобы создать мягкость переходов. То есть у нас один слой накладывается на другой. И чтобы создать идеальные вот эти вот границы, даже если вы сейчас будете стараться попасть граница в границу, она у вас такая точная не получится. Поэтому вот этот инструмент рисунка, так скажем, вычитания, он оптимален, он идеален. И очень многие иллюстраторы показывают, по крайней мере, вот те, кто создает логотипы, я у них постоянно вижу, они там круги вот эти вот бесконечные друг на друга накладывают. Это вот все оно. Это вот все тот же самый инструмент. и он прекрасно подходит для рисования. Что еще у нас будет хорошо видно? У нас будет хорошо видно ноздрю, только не делайте ее прям акцентно. То есть она должна быть, но не вот, чтобы у вас не получилось, что это ода ноздре. Ну, такое вот иногда бывает, когда водополюстрат рисуют. Потом вот эту ямочку мы обозначаем. Вот. И вот здесь смотрите блик. Вот этот блик нам нужен. Это тоже важно. И вот этот блик нам нужен. Вот здесь некоторое затемнение. То есть тонально это можно будет все показать. И здесь вот это затемнение, оно нам сформирует соответственно такую тенюшечку. Вот. Но не даст его очень жестким. Носогубную складочку я не буду рисовать, потому что я хочу приблизить больше к такому плоскостному комиксному варианту, а носогубка там ни к чему. Так. Теперь рисуем губу. Нижнюю. Здесь вот уже не очень важно, что у нас там будет, потому что она за волосы уходит, и это не будет видно. Волосы нарисуем на отдельном слой сейчас тоже все сформируем. Губы можно рисовать очень красивыми градиентами. Тоже сейчас все посмотрим. Верхняя и нижняя губа у меня разделены получились. И очень хорошо, если нарисовать на верхней губею, можно даже немножко на нижней. У губы вот есть такие, как складочки, морщиночки и затенение. Вот оно прям идеально встает всегда. Очень красиво смотрится, когда оно есть, а также когда есть блик. Маленький, небольшой. Блик, он не значит, что он будет белым. Вот это вообще не гарантия. Вот эту часть мы тоже прорисуем. Это будет тень. Так, теперь удаляем. Я нажимаю Z-Alt. Видите, все равно пользуюсь горячими клавишами. Вот, смотрю, что у меня происходит. Мне нужна будет вот здесь дополнительная тенюшка по краю лица. Она мне сформирует красивый контур лица, и мне будет проще с ним работать. Точно так же я ее провела. Два объекта выбираю, смещаю. Смещаю я их с зажатыми клавишами Shift и Alt. Shift дает мне смещение ровно по горизонтали никуда не отклоняясь. Alt дает мне копирование. Поэтому оно у меня так все происходит. Вот я взяла, да, просто так двигаю, видите, она у меня болтается. Нажимаю Shift, она у меня начинает двигаться ровно. а Alt даст копирование. Но мне сейчас копирование не нужно, я ее назад вернула. Так, дополнительно по шее вот эти тени тоже нужно обязательно обозначить. И вот здесь сейчас там сделаем формирование объема таким же способом. лишнее убрала, эту сверху положила. Почему я не разрезаю нижний объект? Очень часто, когда я начинаю потом прокрашивать, я делаю так, что у меня на основе вот эта шея и вот это лицо это моя основа. И я на эти основы кладу сверху тени полупрозрачные, что позволяет формировать соответственно это яремная ямка. И здесь можно добавить маленькую тенюшку по даже это не тенюшка, это скорее мы бликом сделаем по ключице. Вот мы сформировали. Соответственно вот эту часть тоже можно будет немного выделить. Смотрите вот здесь и вот здесь. Если немножечко знакомы с основами макияжа это то, что мы шиммерами красим оно сюда пойдет. Сделаем тонкую тонкую полупрозрачную штучку, она не будет четко выделяться, но мы ее добавим. Иногда делаю такой растушеванный блик. Сделали. Теперь я этот слой блокирую, создаю еще один слой и выбираю другой цвет. я сейчас буду рисовать волосы, а потом еще один слой и будем рисовать шляпу. Таким образом красить будет намного удобнее. Так, волосы тоже что я обычно делаю. Рисую большой объем волос, а именно то, что у нас будет сзади. Кстати, вот этот контур потом можно будет подложить под самый-самый низ изображения, чтобы он у нас создавал, если какие-то не прокрасы, вот этот плотный слой. И здесь точно так же. Сейчас я нарисую вот эту основу, что вот волосы идут. Вот они идут, идут сюда и сюда. Рука мне не нужна, руку я рисовать не буду. Вот, это такой базис, который может быть залит либо одним цветом, либо градиентом, будет давать волосы. Теперь будем рисовать пряди. Смотрите, у нее есть перелив цвета, естественный перелив, что очень прекрасно. Соответственно, это все можно красиво отобразить. Вообще, с волосами, вот сейчас я накидаю общие контуры, но потом дополнительные элементы будут в момент, когда будет уже видна заливка. Потому что волосы, они такие очень чувствительные к этому моменту. Их лучше, конечно же, уже рисовать прям, так сказать, на месте по факту. Еще сейчас один цвет добавлю. Будем делать очень красивый градиент. Вот, это у меня получились волосы. Основа. Потом мы их еще доработаем. Опять блокируем слой, добавляем еще один слой и нарисуем сейчас шляпку. Нарисуем нижнюю часть поля шляпы. Вот так. Слово обозначим, что оно у нас такое. вот эта часть она должна будет быть внизу, сейчас придется нам ее поменять местами. Можем чуть-чуть туда залезть, потому что она уйдет туда внутрь и этого не будет видно при заливке. Правой кнопочкой мыши монтаж на задний план. добавим дополнительно вот здесь полукруг очень красивый и опять же чтобы мне сейчас эту форму не вырисовывать соединила выбрала два и вот здесь можно разгруппировать здесь мне не принципиально правой кнопочкой мыши и лишнюю часть убираю здесь сейчас еще тень также прорисую и можно уже будет переходить к заливке вот вот такая будет тень а здесь я хочу все-таки чтобы тень потом легла сверху на основу поэтому сдвигаю shift и alt зажатыми видите она скопировалась лишнее убираю разгруппировать вот она тень вернулась на свое место опять shift она вернется четко на свое место все мы основу сделали вот таким образом она выглядит смотрите если я сейчас уберу глаз этой штучки так чтобы было видно что мы нарисовали черным цветом сейчас подсвечу вот видите у нас с вами три слоя три блок смотрят сейчас достаточно неприятно откровенно говоря сейчас мы будем это исправлять я оставлю этот оригинал чтобы было потом с чем сравнить так что я делаю я знаю что многие художники делают так что прям вот начинают пипеткой забирать цвета нет я обычно это делаю по соседству потому что все-таки я уже формирую свою картинку относительно того как бы я хотела ее видеть а не так как бы оно там происходит блокируем все слои за исключением того слоя на котором у меня изображено лицо и сейчас я соберу себе палитру для лица это будет 5 оттенков если понадобится я еще один добавлю делаю прямоугольнички и с лица забираю давайте вот это уберем оно мне не нужно оно уже скопировано самый самый светлый оттенок средний оттенок самый темный оттенок видите какой он темный и еще два промежуточных такой вот коричневатый оттенок и еще один бежеватый девочка у нас со смуглой кожей соответственно вот эти цвета они всегда разные нам еще средненький нужен вот такой вот у меня это оттенки кожи я их забираю создаю новую группу можно написать оттенки кожи вот она создалась это можно удалить нам не нужно крашу сначала две основы убираем цвет заливки одна основа и вторая основа видите получается так плоскостно достаточно неинтересно я люблю добавлять градиент особенно в новых версиях сейчас вышел произвольный градиент что позволяет делать прям откровенно говоря красоту соответственно это светлая зона это более темная зона видите как он мягко начинает формировать лицо здесь более темная зона вот и здесь тоже потемнее зона чуть-чуть вот так вот при этом я могу светлую зону расширить сузить вот на глаз можно поставить тоже темную зону а вот сюда опять светлую но только не перестарайтесь для того чтобы не было этих точек слишком много чтобы это все смотрелось очень естественно и на носу нам тоже нужна светлая зона там мы уже будем формировать тени по-другому вот так то есть такое вот общее формирование оно происходит можно теперь этот градиент перенять сюда и его немножечко откорректировать для этого нам нужно нажать на инструмент градиент вот здесь потемнее здесь посветлее сюда вообще можно сделать в вот эту точку полностью прозрачную и таким образом ваше изображение по краю будет растворяться соответственно нам не нужен четкий край и вот она у меня будет здесь растворяться в этой точке и вот сюда тоже нам нужна темная часть вот так давайте мы добавим сейчас немножко более темный оттенок вот вот таким образом хотя наверное вот эти лишние точки все-таки полупрозрачность мне не нравится как смотрится я ее сейчас уберу сформировали это у нас основа теперь кладу тень вот эту тень кладу можно переснять с портрета поискать ее я люблю когда тени имеют холодный оттенок это такая классика поэтому часто их регулирую вот мы ее положили и теперь полупрозрачностью я ее добавлю вот она видите так мягко туда встала вот эта тень должна быть у меня максимально темная максимально жесткая все равно мне кажется это перебор по тону хочется ее сделать чуть-чуть помягче вот хороший оттенок и мы ей сейчас дадим некоторую непрозрачность чтобы она все-таки была такой же темной частью у нас должна быть вот здесь вот здесь я не дорисовала и сейчас я это добавлю вот здесь у меня должен быть еще кусочек мы его сейчас туда добавим разгруппировать вот он кусочек с шифтом мы сюда возвращаем вот это вот вся шея должна быть у меня в самом-самом внизу то есть она должна быть у меня под изображением и можем его обязательно нужно сделать так чтобы было понятно что это внизу вот видите всегда с него такой баланс пошел этот же цвет но сработаем с непрозрачностью вот так и опять выбираем оба объекта монтаж на задний план ушло назад это у нас будет светлый блик его оставляем как убираем цвет контура и это тоже у нас будет темная такая штучка игривая тоже контуры мне не нужно вот мы уже начали с вами формировать соответственно нашу девушку если я чувствую что мне цвета не хватает я конечно же захожу и добавляю блик можно сделать помягче вот теперь приближу еще немножко чтобы у меня была видна основная девушка но при этом и рисунок так бровь я заметила что брови получаются лучше когда их делаешь ну грубо говоря эффектом амбре или когда у нас есть градиентный переход настраиваю градиент в мою бровь и вот такой вот мягкой она становится видите за счет того что я рисовала неровный контур она смотрится более живо вполне возможно что вот этот цвет вот этот цвет можно поднастроить и сделать его более холодным вот теперь мы этот градиент цвет контура убираем можем затащить в нашу палитру чтобы он у меня был я могла им пользоваться и его же применить моей брови вот вот она у меня тоже залилась стала более темно не очень удобно выбирать но все равно постарайтесь попасть в нужный вам объект эти части у меня будут залиты вот это более темным углублением глаза но тоже можно дать вот такую же непрозрачность то есть непрозрачность непрозрачность даст более темный оттенок теперь заливаем цвет глаза черным и ищем где там у нас блик а блик в данном случае не нужно делать ярким его нужно просто оттенить чтобы он был то есть он не обязательно должен быть белым он может быть и сереньким если нам его будет не хватать мы его добавим цвет ресниц делаем черным белок глаза тоже можно настроить градиентом от светло-серого до чуть более темного серого это не всегда белый цвет имейте это ввиду и вот такой радиальный градиент можно даже потемнее сделать того чтобы был больший эффект и у градиента есть настройка вы можете всегда это подправить в зависимости от того какого эффекта вы добиваетесь а вот так здесь у нас оттенок будет с вами вот такой потемнее легкий оттенок теней здесь у нас оттенок будет самый темный вот он синеватый такой не хотелось чтобы он был совсем темным вот хорошо теперь глаз девушки кари глаза мы можем поменять цвет я сейчас пересниму как есть потом уже буду работать с готовым изображением зрачок черный и блики я сделаю белые один блик беленький цвет контура убираем и второй блик надо немножко приблизить а то неудобно как видите один глаз у меня такой получился очень четкий второй глаз получился некрасивый нам и не нужен этот четкий глаз потому что он у нас находится в тени нам нужно просто сделать намек на то что он там есть вот такое ощущение что он неправильно у меня перекрывается сейчас мы его назад уберем монтаж на задний план вот и теперь бровь мы сделаем темной вот таким образом хорошо вот посмотрите какой у нас глаз получился вот эту часть я бы сделала вот этот цвет холоднее хорошо теперь формируем с вами нос эта часть у нас должна быть темная вот этот цвет всегда хорошо подходит и его можно немножечко осветлить при тем непрозрачности в данном случае требуется чуть более теплый оттенок соответственно подстраиваем вот эта часть у нас должна быть светлая потому что это у нас нос и сбоку на него светит свет вот ну видите достаточно жестко смотрится поэтому добавляю непрозрачность и он становится более мягким эта часть формирует контур носа и сама ноздря она будет темная вот теперь мы формируем с вами ямочку сделаю ей непрозрачность эту часть убираю немножечко назад нажимаю control и квадратную стрелочку она у меня сейчас перейдет назад если хотите посмотреть то вот я какие клавиши нажимала переложить назад control и вот такая квадратная стрелочка они все описаны и это у нас с вами два маленьких блика сделаем их вот таким же так теперь вот эту часть которая у нас теневая тень возьму отсюда губа губу можно бы рисовать по-разному давайте попробуем однотонно сделать если будет некрасиво тогда поправим что здесь важно как правило верхняя губа если она немножечко нависает она будет более темная хотя бы на полтона если она сильно вперед выпирает то тогда уже конечно же делайте ее чуть более светлой но все равно у нее есть объем вот достаточно плоско так получаются губы и можно вот эту губу немножечко расцветить соответственно сейчас мы этот цвет сюда заберем и заберем туда более светлый цвет вот этими двумя оттенками сформируем сейчас губу так мой любимый градиент в последнее время стал берем градиент один цвет и второй цвет прекрасно формирует видите вот такой вот легкий переход и оттенок даже третий цвет здесь в углу не нужен и сразу создался правильный дополнительный объем и блик не надо его делать белым его нужно сделать тоже розоватым таким палевым и можно немножечко ему добавить непрозрачности видите губа сразу заиграла стала более объемная более красивая вообще вот когда художники рисуют сначала кажется какая-то абракадабра сделали а потом начинается врисовываться вся красота к этому надо немножко привыкнуть так я сместила портрет что не здорово сейчас я его верну обратно потому что мне не видно было девчонку совпадение вот этой линии у меня произошло теперь волосы эту часть я удаляю она мне не нужна мы же с вами все дублировали вот так шляпку тоже пока убираем а волосы теперь тоже смотрите основу закрашиваю темным хотя там тоже сейчас добавим градиент градиент позволяет сделать изображение таким более объемным более интересным в общем-то всегда его обогащает поэтому не пренебрегайте градиентом используйте его во благо видите как оно пошло соответственно мы можем еще обогатить градиент можем даже внутри градиента сделать какие-то передвижки оно уже у нас играет теперь добавим теневые аспекты вот здесь мне не хватает видите здесь есть теневый аспект я его не дорисовала соответственно мы его будем дорисовывать как я и говорила волосы уже лучше рисовать когда видно да и что так темным цветом контур не нужен цвет контура убираем так теперь вот эту часть тоже с переливом агредиент мы можем настраивать вот таким образом в том числе получился перелив давайте здесь такое же сделаем так здесь у нас более темный локон можно даже вот так и сделать вот этот переходный цвет дать ему все-таки локон и чуть-чуть поправить его теперь убираем цвет контура вот что у нас получилось я бы хотела сделать его более темным данный градиент поэтому сейчас мы его поправим вот так и вот этот основной градиент тоже еще более темным мне не хватает и вот здесь тоже более темным даст большую насыщенность вот 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 эту прядь тоже надо поправить чтобы перелив и оттенок перелива был но был не такой четкий вот смотрите и теперь шляпка опять же я блокирую все слои на которых я не работаю для того чтобы у меня ничего не задевалось так теперь так и теперь вот так видите здесь я не попала соответственно мне нужно подвинуть я думаю что волосы скорее всего direct selection инструмент и мы их поправим поскольку волосы находятся внизу то соответственно шляпка их мягко обогнет но здесь вот произошел маленький так сказать конфуз мы сейчас туда приблизимся и все это проправим чтобы было полное ощущение что все у нас чинно мерно благородно вот здесь тоже видите на приближении стало видно что тут некрасиво оно все а у глаза мы не выбрали цвет контура так опять все блокирую кроме шляпки даю градиентную заливку и переход в такой серый оттенок мне нужен более темного насыщенного вот таким образом вот так хорошо это убираю в самый низ монтаж на задний план и здесь тоже сейчас мы сделаем с вами градиент при этом градиент от темного к светлому тоже вот такой настройкой хотя я бы сейчас здесь наверное по-другому градиент расписала я бы его сделала инструментом инструментом так 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 вот так а эти бы вот сюда поместила точки так бы он у меня лучше заиграл эту точку тоже темный создастся лучший объем таким образом оттенки вот мне нравится мне вот здесь линия я перехожу в волосы и добавлю сейчас шляпу я могу сейчас пока снять вот сюда добавлю локон волос чтобы он красиво шел именно локон не толстую такую прядь а вот локоном вот более темный такой насыщенный локон включаю шляпку и еще раз мы внимательно изучаем как у нас с вами смотрится портрет есть ли где-то проблемы мне кажется что вот эта часть должна быть более темная более темная соответственно не нужно разблокировать и сделать ее более темной возможно даже добавить еще один локон возможно даже добавить еще один локон видно вот этой вот асимметрии этот локон я сейчас помещу вниз под низ того который я нарисовала до локон он будет он будет вот таким вот этот локон поверх монтаж на передний план на 1 2 можно его чуть-чуть сделать потемнее темнее да смотрим сравниваем нашу девушку сравниваем здесь губы здесь лицо сформировалось и хочется вот сюда еще немножко объема волос добавить вот эту часть вот эту немножечко сюда и чуть-чуть добавить объем тогда шляпку тоже надо поправить чтобы она правильно заходила вот так смотрим да получилось отлично теперь я разблокирую все слои и давайте сравним с исходником который у нас был точнее не совсем с исходником а какие линии у нас были как они выглядели смотрите вот с чего мы начали это портрет фотография потом мы с вами сделали контуры смотрится это вообще непонятно как и наверное это такая основная проблема в векторе что сначала вот непонятно что это такое почему она так выглядит и вот что у нас с вами в итоге получилось теперь я могу взять эту девушку скопировать ctrl c у меня есть футболочка поскольку я все-таки рассказываю о текстильном дизайне то я сейчас на данную футболочку помещу мой портрет вот такая у нас получается красота правой кнопочкой мыши сгруппировать у нас получился принт на футболку можем задать какие-нибудь цветные погоны цветную окантовочку тоже это у меня чистый вектор уже отрисованный эскиз и получить такой вот авторский вариант принта тоже здесь есть тени вуаля давайте скопируем это в исходный документ вот и у нас был портрет остал принт на футболке вот так в реальном времени я вам все показала как это действительно происходит одна из техник выполнения и вот вам сразу пример как это будет смотреться на изделии может быть на любом я еще покажу как этот портрет делать в других техниках обязательно подписывайтесь на канал для того чтобы это не пропустить если вам понравилось видео ставьте лайк если у вас появились вопросы, комментарии или вы что-то хотите обсудить обязательно пишите мне я с радостью отвечу если будут какие-то интересные вопросы то на них сниму отдельное видео для того чтобы вам все было понятно на этом все до скорых встреч пока-пока пока-пока пока-пока